Я вновь приветствую всех, кто сейчас меня смотрит и слушает. Ну вот, дорогие друзья, у нас еще один стрим, который посвящен событиям недавнего прошлого. Ну, у нас, как известно, не так давно наблюдалось лунное затмение. Многие его видели даже во всей Европе и в Западной Азии. Ну вот, и многие события уже такие фатальные, тяжелые, необратимые уже начались. Ну, я не могу сказать, что они такие страшные и будут скоро апокалиптические времена. Нет, пока еще все поправимо, но надо только иметь некую волю и знания, чем мы с вами и занимаемся, дорогие друзья. У нас сейчас последствия данного затмения будут продолжаться еще минимум две недели, максимум около месяца. Ну, что сказать, Меркурий скоро перейдет в директную форму движения и, конечно, многие новые дела будут разрешены. Можете начинать когда угодно. В принципе, конечно, лучше всего, конечно, будут удаваться сейчас, пока на 15 мая, дела давно минувших дней. То есть те, которыми мы когда-то занимались. Это приоритет Меркурии. Скоро и Юпитер перейдет в диакальный знак Тельца, а это очень серьезное, достаточно тяжелое время для Европы. Вспомним, что в образе Тельца или БК проявился Зевс, который Европу похищал. Вот это древняя легенда или миф, имеющий такое очень старинное происхождение. Он может воплотиться в течение нынешнего года, пока Юпитер будет находиться в этом зодиакальном знаке. Итак, что у нас произошло за это время? Ну, вот как раз начиная с периода, с дня лунного затмения. Ну, очень серьезное событие произошло в Англии. Итак, в Англии венчался на царство король, которого сейчас называют Карл Третий. На самом деле, Чарльз, конечно. И произошло 6 мая, аккуратно, сразу же после лунного затмения. Ну, ему уже 74 года. В этом году будет 75. Родился он под знаком Скорпиона. Очень долго ждал и дождал своей очереди. И карновал даже свою нынешнюю супругу Камилу, которая была паркер-волс. И, в общем-то, даже не стала она консортом. Много чего изменилось в регламенте восшествия его на трон. Это вы, конечно, прочитали, дорогие друзья. И то, что он стал менее таким вот пышным и менее таким торжественным. И там меньше гостей было. И вот интересно, что впервые его благословили на царство несколько различных религиозных конфессий. В том числе и зарастрийцы. Это впервые благословили западного какого-то короля, особенно короля Англии, представителей конфессий зарастрийцев. Ну, мне, как человеку, который, в общем-то, разделяет взгляды зарастрийцев, что-то было вдвойне интересно. Итак, надо в этом разобраться. Очень интересно и символическое, конечно, это восшествия на трон. Интересно, как это было после затмения. Стало быть, это либо всерьез и надолго, либо это является показателем возможных таких необратимых и даже, может быть, трагичных событий, которые могут разгореться в Англии. И, в частности, в жизни самого нынешнего короля Чарльза или Карла Третьего. Ну, во-первых, уже многие обратили внимание на символические кадры, которые как раз были зафиксированы во время этой коронации. Вроде бы, как бы в кадр попала какая-то фигура в черном, которая что-то несла в руках, и это восприняли как какой-то либо ангел смерти, либо сама смерть с косой. Ну, конечно, никакая не смерть. Это, разумеется, некий человек, одетый просто в черный балахон. Но очень символично. Почему никто не задержал? Почему все это было? Странно. Может быть, это некое такое символическое предупреждение для короля. Может, предупреждение для Англии. Кто за этим стоит и что в этом кроется? А может, не кроется ничего. Может, просто вышел себе чудак какой-то, взял палку в руки и хочет, и проходит. А что, кто ему запретит? Может быть, и так. Что вы думаете, дорогие друзья? Поэтому полно присылайте свои комментарии. Мы стараемся их вместе осмыслить. По крайней мере, это очень интересно. Вообще, в принципе, как некий знак, может быть, предупреждения. Что касается самого короля, этого Карла Третьего, как его сейчас называют, то в это время как раз у него, можно посмотреть его гороскоп. Гороскоп известен, но он родился по знаком Скорпиона с восходящим асцендентом во Льве. А это значит, что, конечно, он царствовать-то любит. Действительно, он очень хотел быть королем. Но просто до 74-летнего возраста это было ему не суждено. Что же касается космической консилляции на его время коронации, они были неоднозначными. Во-первых, короновался он при ретроградном Меркурии. Это значит о том, что все программы, которые он будет реализовать, программы прошлого. Не будущего, а прошлого. Это расчистка некой почвы для чего-то нового. Если что-то будет новое, пытаться предприятие будет оборачиваться против него. Плюс обращение полное лунных узлов. То есть фатальный период. То есть ощущение такое, что его как будто предназначили для того, чтобы он отыграл какую-то роль. И шаг влево, шаг вправо он сделать уже практически не сможет. Плюс ко всему еще, конечно, это время будет связано с его обольщениями. Он будет, в общем, как бы исполнять роль говорящих совершенно недобрые слова и недобрые совершающие поступки. То есть он будет находиться под искушением. Что об этом свидетельствует в его гороскопе? А именно черная луна, которая находится в ольве, в знаке королей, и она соединилась с его белой луной. То есть демон-искуситель затмил ангела-хранителя. Ну и многие другие показатели, которые являются для него, кстати, весьма угрожающими. Возможно, ему придется вскоре либо предпринимать что-то очень такое неоднозначное, точнее, даже шокирующее многих людей. Возможно, даже находиться в центре скандала. Это может быть в этом уже году из-за урана, который будет находиться в полном противостоянии к его Солнцу. Кстати говоря, очень интересно, что его коронация состояла сразу же после лунного затмения, а нынешний год управляется у него как раз луной, именно луной. А вот через 2,5-3 года от его коронации для него и для Англии может быть весьма трагическое время. Это будет в 2026 году, где-то в начале года или в конце 2025 года. Ну вот посмотрим, дай бог, чтобы все-таки он принял какие-то меры, и чтобы он вразумился, и чтобы все-таки ангел-хранитель в его душе все-таки пробудился. Но все-таки будем считать, что нынешняя коронация – это начало каких-то очень интересных событий не только в Англии, но и в Европе, и во всем мире. Потому что такое впечатление, если толковать космические констилляции в его гороскопе и накладывать это на гороскоп Англии, что вот сейчас начнутся тектонические сдвиги в истории всей западной цивилизации, а он может явиться неким триггером или воплотить этот триггер в своей жизни, либо своими поступками приблизит то самое, о чем в свое время писал еще Шпенберг под видом заката Европы. Ну вот это первое, о чем мне хотелось сказать. Второе, мне хотелось с вами поговорить еще и об одной дате юбилейной. Это 75 лет со дня основания государства Израиля. Ну, дело в том, что мы не можем пройти мимо этого государства, не только потому, что у нас с ним хоть неоднозначены все-таки достаточно тесные отношения, и не только потому, что, согласно Владимиру Высоцкому, там начертывать бывший наш народ, хотя и это тоже имеет большое значение. Ну и, в общем, действительно это очень интересное событие, которое имеет ключевое значение для, наверное, всей нашей цивилизации, потому что, так или иначе, иудейская культура очень часто связана и с европейской, и с восточной культурой и так далее. То есть, в общем-то, это очень интересное, конечно, явление было. И произошло это образование государства Израиля 14 мая 1948 года. Интересно, что православная церковь в это время отмечает день пророка Иеремии. А у Иеремии есть очень интересная фраза такая вот. Как раз, может быть, это относится к государству Израиля. А иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его. Но если он будет делать злое перед очами моими, не слушаться глаза моего, я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его. Но вот это всегда нужно помнить людям, которые живут в этом государстве. Интересно, что оно было основано под знаком Тельца. И при очень таких странных обстоятельствах известно даже точное время, когда оно было основано. Это в 16 часов дня в Терявире. Известно, что это было на бульваре Ротшильда. И при очень таких вот неоднозначных космических констилляциях. Можно посмотреть, дорогие друзья, гороскоп государства Израиля. Хотя он был основан под знаком Тельца. Большое скопление там в знаке Льва. То есть, конечно, это государство, которое очень сильно зависит от пиара. Пиар, причем, раскручен по всему миру. Там и Марс, и Сатурн. Там многие показатели у него как раз в этом знаке Льва. И знак Близнецов. То есть и контакты, и связи, и всевозможные коммуникации. Интересный очень гороскоп. Можно про него говорить очень много. Но когда-нибудь мы к этому еще раз вернемся. И, разумеется, в этом же гороскопе есть и трагические обстоятельства. Это солнце на границе Восьмого дома. А солнце связано с лидерами. А Восьмой дом, это дом, связанный с трагическими обстоятельствами. Многих лидеров этого государства постигало, в общем-то, тяжелейшее участие. Некоторые премьер-министры являлись жертвами покушений. Вспомним участь Рабина. И многих других премьер-министров. Которые, в общем-то, если не были убиты. То, по крайней мере, с очень тяжелыми последствиями уходили на своих постов. Ну и так далее. Многие есть другие обстоятельства. И оппозиция Урана с Юпитером. И многие другие показатели. Так вот, если говорить о государстве Израиля в ближайшее время. Очень многое можно увидеть и о военных действиях, которые ввело это государство. И, к сожалению, еще будет вести. Но вот на ближайшее время там очень тяжелая констелляция будет в Ольве. Там будет Черная Луна находиться. По его скоплению планет в этом знаке. Это будет как раз вблизи 16 июня 1923 года. Я уже говорил о том, что есть возможность повторения того, что было в конце 2022 года. То есть протесты всевозможные, а также и теракты, и, возможно, даже военных конфликтов. Также это может повториться и в конце сентября, в начале октября с нынешнего года. Но самое серьезное для Израиля, когда, возможно, его существование будет поставлено под вопрос, это будет 2028-2029 год. 2028-2029 год. Вот, конечно, тем, кто там сейчас находится, в том числе и на четверть бывший наш народ, им на это надо принять во внимание. Ну, вообще-то, это очень интересное, действительно, государство, которое, в общем-то, будет еще неоднократно трансформироваться. Ну, а после этого, дорогие друзья, я хотел бы рассказать еще об одном юбилее. Это как раз об одном из премьер-министров Израиля, которое является одним из символов этого государства. Это знаменитая Голда Мея, которая в течение пяти лет возглавляла Израиль в один из самых нелегких его периодов. С 1929 по 1974 год. И, по сути-то, она и была железной леди Израиля. Хотя железной леди называли Маргарет Тэтчер, но вот в Израиле была своя железная леди, это, в общем-то, Голда Мея. Она, действительно, очень такая неуступчивая, с тяжелым характером была женщина. Увлеклась идеей миссионизма и вернулась на историческую родину, в общем-то, своим мужем. И потом сделала политическую карьеру и была министром. В начале истории государства Израиля, когда она была основана, кстати, одна из тех, кто был практически не отцом, но, скорее, мать-основатель Израиля. Долгое время возглавляла дипломатию израильскую. Кстати говоря, хорошей дипломатой она была, несмотря на свой такой суровый и неуступчивый нрав канонады, и была она умела договариваться. Может быть, потому что у нее луна была с Юпитером в знаке весов. Вот можно посмотреть ее как раз в космограмму. К сожалению, неизвестно время рождения. Но космограмма, ее следующая, она родилась под знаком Тельца, под тем же самым знаком, под которым был основан Израиль. И Тельца, и Близнецы сильно выражены, так же, как и в Израиле. Поэтому, в общем-то, ее гороскоп – это, в общем-то, продолжение действия гороскопа Израиля. У них есть очень много общего. Поэтому она стала одним из символов израильской политики. Маленькая женщина с очень большой силой воли. У нее Марс был в овне. То есть она действительно была такого взрывного и серьезного характера. И несмотря на то, что вдоль ее премьерства выпало действительно очень тяжелое время, Израиль чуть не был не оккупирован сирийскими войсками на Голландских высотах. Там авантюры, связанные с войной так называемой Судного дня. Это было в 1973 году. Практически провал политики израильской. Но, тем не менее, она осталась на посту еще год. И почти год. И, в общем-то, ушла в почете, в славе. И до сих пор она, в общем-то, одна из самых знаковых персон этого государства. В общем, мне хотелось тоже ее упомянуть. И исполнилось 3 мая. 125 лет с дня рождения. И неоднозначная, конечно, фигура. И во многом ее считали ястребом. И благодаря ей, конечно, была разрушена связь между Советским Союзом и Израилем. Она была послом еще и в Советском Союзе. Наладила контакт с женой Молтовой Полиной Жемчужиной. Это известные такие вот истории. А в ее, конечно, гороскопе было много действительно неоднозначного. И, кстати, пришла она к власти, когда был ей 71 год. Почти 71 год. Как раз во время затмения. То есть это практически то, что она заложила программу. Вообще политически это всерьез и надолго. Она пришла к власти, стала премьер-министром 18 марта. А накануне 17 было затмение. То есть практически то, что она сделала в течение 5 лет, это в Израиле отыгрывалось очень-очень долгое время. Но так же, как то, что сделает сейчас Карл Третий, я про него говорил, тоже будет отыгрываться очень долго-долго-долгие годы. Ну и, в общем-то, про него, конечно, очень можно многое говорить. Но у нас, к сожалению, дорогие друзья, очень мало времени. Поэтому я вам желаю всего самого-самого доброго. Давайте доходить до всего своим собственным умом, что вы думаете по этому поводу, в том числе и по поводу Израиля, на связи наших с ним, по поводу Голдемеера, по поводу Карла Третьего, Ангела Смерти во время гранации увидели. И, в общем-то, давайте обсуждать вместе. Всего вам самого доброго, дорогие друзья. И до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»